и вернусь записать этот ролик меня побудило то что 7 марта в субботу руни реалий супер блиц арена мне удалось поймать в известную ловушку своего противника но он сделал ход который я никогда в жизни не изучал не сталкивался и более того после партии он написал мне письмо что интересно было бы послушать комментарии на к этой партии что жертва фигуры это его находка и на уровне точнее сказать даже в реале 3 плюс 2 у него есть гроссмейстерские скальпы в реале не в интернете а уж лиц в интернете и подавно и что в ряде вариантов очень много партии вернее закончилась эншпля в котором белый конь лишний оказывался более слабой фигурой чем черные пешки и король я написал что я оценил для блица действительно не просто справиться но я уверен что есть математический четкий выигрыш и сейчас вам расскажу во первых про ловушку тароша в испанской партии и так в 1892 году между зигбертом тарошем доктором зигбертом тарошем и георгом марка в дрездене было сыграна вот то есть два известных мастера того времени тарош и сейчас известен была сыграна вот такая партия так в испанской партии георг сыграл d6 защита стрельница после d4 слон д7 белые не могут забирать на c6 потому что после взятия на е5 черные забирают на е4 пешек становится поровну и у черных лучше поэтому белая защищает пешку е4 потом конца три черные на нее еще раз нападают новом забирать пешку невыгодно ну там уже равенство равная игра рокировка рокировка и вот здесь доктор тарош придумал коварничную ловушку такой естественный ход ладья е1 защищающий пешку фактически он вынуждает взятие на d4 белок чуть-чуть поприятней потому что больше пространства стеницы доктор ласкер успешно отстаивали позицию и черных но в целом доктору тарошу удалось убедить шахматный мир в том что эта позиция перевесиком у белых может быть не очень большим но точно с перевесом георг марка попался в ловушку в нее же сознательно попался и мой противник в упомянутой блиц партии рокировка слон бьется 6 он бьется 6 до еды и после размена надо 8 черным как выясняется нечем брать они в любом случае теряют материал допустим слон бьет до 8 понятно что брать плохо белая сейчас заберут на c6 если слона увести то у черных просто нет здоровой центральной пешки хотя реализация тоже сопряжена с определенными техническими трудностями у черных преимуществ от двух слонов но тем не менее очевидно что по крайней мере выиграть то черные ну вообще никак не могут свои недостатки есть ухода ладьяев бьет d8 также конь бьет е5 и теперь если взять на е4 конь неприкосновенен из-за угрозы мата то есть у белых вроде бы слаба первая горизонталь но также как и после ладья бьет d8 как было в партии хорош марку следует конь d3 коня надо заищать ладья на шампур нанизала и коня и слона и после f5 f3 он не может уйти за ним слон надо давать шаг белое просто уходят королем на f1 и теперь если отдать качество то очевидно что здесь стадия реализации белые могут сыграть ладья е7 слон е3 он d2 почти любой ход видно что ладья сильнее чем конь после ладья f8 как было в партии неизвестных не шахматистов но рейтингом в 1992 году у одного убит уигравшего белыми 2 390 неплохой живой рейтинг для 90-х белая сделал точный ход король е2 он никуда не уходит потому что висит слон и черные остались без централизованной лошади и сдались вот в этой позиции теперь у них не хватает слона марку георг марку сыграл ладья бьет d8 и после конь бьет е5 тоже он бьет е4 ну понятно что конь бьет е4 играть глупо из-за конь бьет c6 висит на е7 шахом висит на d8 черные остались без фигуры против гарри каспарова видимо в одном из сеансов и в 1991 году было сыграно было сыграно слон b4 это же у белых здоровая лишняя пешка черных пассивен конь и в 6 и слабые пешки ферзевого фланга самый естественный ответ слон бьет е4 доктор тараш предвидел и после хода конь d3 конечно снова нельзя бить ладья бьет е4 из-за ладья d1 с матом после конь d3 черные вынуждены заищаться ходом и в 5 f3 вот критическая позиция в ней георг марку сыграл слон c5 шах и после конь бьет c5 остался без качества висит ладья и подвисает вилка на коня и нас наладим угрожает слон е7 после ладья d5 слон е7 георг марка сдался потому что на ладья е8 последует просто c4 и очень легкая реализация лишнего качества в базах есть партии в которых черные играли скажем кони а4 это же реализация лишнего качества при пешках на разных флангах и паре от открытых линий в центре никакого труда никаких проблем не вызывает ничуть не лучше жертва качества путем вот в этой критической позиции путем ладья бьет d3 потому что после cd слон c5 шах белая просто закроются слоном и вторгнуться в обжорный ряд надо скорее всего ладью придется разменивать и выигрыш белых не за горами мой противник придумал ход слон h4 по сути это жертва фигуры ладья не может у белых уходить с е2 потому что когда и конь с е4 отступит надо играть g3 и после конь бьет g3 аж слон бьет g3 у белых лишняя фигура ну не уверен что я нашел именно математически четкий выигрыш но на мой взгляд ход ладья е2 не самый точный точнее было ладья е3 стыдей поставить пешку на f4 если черные теперь игнорируют идею белых после в 4 реализация не слишком сложно надо сделать один точный ход ладья е2 защищая слона d2 и после c4 не зевнуть фигуру потом конь f2 из-за размена на едва и взятия на его а поставить коня в центр и после того как черные приходят к желанному эшпиле ладьей и кучей пешек против ладьи и коня выясняется что эти пешки не так просто двигать g5 ладья g1 и теряется пешка е4 на ладья f3 шаг просто взяли на ладья f2 король d3 и сейчас белые получат проходную на ферзевом фланге и реализация уверяю будет не слишком сложной пешки аж пока никуда не идут черный король тоже никому не из них не помогает я отошел ладья е2 это же у белых конечно лучше была такая партия ваших матистов 1995 году неизвестные мне пошли до этой позиции черные сыграли f4 потом g5 но выяснилось что слон на большой диагонали очень страшен и белые просто нейтрализовали опасности на королевском фланге забрав пешку g5 мой противник в интернете сыграл сильнее ладья е8 и после вот размена на е8 я допустил серьезную неточность игнорировал идею ладья е2 просто обязательным был ход король f1 и у белых отличные шансы реализовать свой перевес скажем неосторожная h5 позволяет просто полностью заблокировать королевский фланг белые планируют ввести в бой ладью а в случае если черный хотят отыграть хотя бы еще одну пешку мощный белый слон на е5 обеспечивает им очень легкую победу сейчас ладья идет на g1 пешка на f4 черные теряют пешку h4 неизбежно и не могут добраться до пешек перзевого фланга слон и атакующая фигура отличная и защитник прекрасно а в случае h6 уже можно менять слонов ладья в обжорный ряд не вторглась это значит что ревес у белых очень большой я не уверен что позиция именно выигранная но у белых очень легко выигранная мнение в том что белые должны выиграть у меня нет но белым нужно на мой взгляд не отправлять ладью на королевский фланг пешки пока что можно атаковать им нужно ее так еще важный момент не стоит раньше времени менять ладьи потому что черные отвлекут пешками короля с конем своего же короля направят к пешкам c2 b2 и белые должны будут бороться за ничью а вот сильный ход а4 позволяет активизировать ладью может быть точнее опять равно после если на 4 может быть точнее а5 и все равно после ладья а3 у белых большой перевес а вот если черные игнорируют идею движения пешки а надеясь на крепкий замочек ходом b6 здесь уже после ладья е1 белые быстро побеждают так как размен тяжелых фигур позволяет белым просто съесть на а7 и провести пешку а то есть очень легкая победа после же слоны в 4 давайте я быстро покажу очень быстро покажу что черная ладья стала бушевать в моем лагере и то что мне удалось не проиграть эту партию это вполне нормально позиция которую вы видите сейчас на доске ничейная если бы белый король был чуть чуть более активным у них были бы шансы поиграть против черного короля попытаться дать мат но увы пока активизируешь короля черные надвигают пешки и в общем-то черным удалось спасти ладья против ладьи и кони в общем-то вроде бы я осветил все что касается ловушки тароша защите стейница в испанской партии всем огромное спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки дизлайки если не жалко донатте что-то еще очень важное хотел сказать помимо этого а партия непременно будет прикреплена в описании под видео до свидания